Удивительной жизни человека в котелке Ольга Курсман Усики, помятый котелок, трости, огромные ботинки Этот узнаваемый образ появился 99 лет назад, став сценическим имиджем великого Чарли Чаплина Впервые бездельный бродяга показался в шестиминутном кино детские автомобильные гонки И все время старался попасть в кадр После этого фильма он не выходил из кадра более четверти века Каждому в этой творческой конкуренции, этому великому актеру-комику Нужно было придумать свой незабываемый для зрителя образ, маску, контраст облика Несуразно одетый бомж, но с тросточкой и в котелке, что является атрибутами джекмена Если у него есть комплекс, только один комплекс переполноценности В 1914 году, когда появился образ бродяги, комедии были самым ходовым кинотоваром Одна из его особенностей была в том, что он говорил с людьми без слов, буквально играл глазами Кстати, как режиссер немого кино, он держал оборону дольше других Для чаплинской эстетики речь была просто не нужна Когда пришел звук, ушел бородяжка Чарли Узнавая ему комическую маску, зритель не увидел уже в фильме 40-го года «Великий диктатор» Кстати, есть интересная легенда, которая гласит, что Гитлер выбрал форму своих усов из-за Чаплина Который в 20-е годы был одним из самых узнаваемых людей в мире Еще одна байка гласит, что Чарли Чаплин как-то инкогнито участвовал в конкурсе своих двойников И по одной из версий занял лишь пятое место А теперь только факты Ноги Чаплина были застрахованы на 20 тысяч долларов И он стал первым актером, который оказался на обложке журнала «Тайм» Чаплин, как и Эйзенштейн, это два абсолютных гения в истории мирового кино Они были не просто гениальными режиссерами, то есть художниками Но они были режиссерами-инженерами Каждая деталь, каждая мизансцена математически четко выстроена Контрольные группы зрителей, кстати, это Чаплин придумал Интересно, но Великий Чаплин ни разу не получал Оскар за фильмы Лишь в 1972 году, когда гению немого кино исполнилось в 1983 Ему вручили почетную статуэтку за заслуги перед кинематографом Чарли Чаплин – это легенда А образ маленького человека с грустными большими глазами и нелепой походкой Один из самых тиражируемых в культуре 20 века Продяжка до сих пор заставляет плакать и смеяться Ольга Курсман, Николай Комаров, Сибинформбюро Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова